Свет софитов бьет нам в лицо, делая наши улыбки еще ярче. А мы в свою очередь пробиваемся сквозь ваш сон, растягивая ваши прекрасные сонные лица в улыбке. Мы рады, даже если только один ваш глаз в данный момент смотрит на телеэкран. Ведь на Первом Приднестровском начинается утренний эфир. И как всегда этим утром вместе с вами отблески Зари Денис Кириллов и Елизавета Терещенко. И пусть еще только отыграла утренняя Заря, а новости уже тут как тут. Доброе утро, эфир продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Чернитинская. Строительство социальных объектов должно идти в установленные сроки и отвечать всем нормативам. Татьяна Туранская провела совещание по итогам сдачи в Террасполе 70-ти квартирного дома для детей-сирот. Как мы уже сообщали, на днях премьер лично осматривала объекты и выяснила, что строители не успевают по срокам. Клава правительства взяла ход работ под свой личный контроль и потребовала от подрядчиков четкого исполнения взятых обязательств. На будущее также мы ждем поставку материалов, которые позволят завершить строительство кровли, завершить остекление объекта и установить двери. Эти работы нам позволят обеспечить объект теплом на холодные месяцы, это середина ноября-декабрь, и осуществить работы внутри помещения без задержки срока. Достроить в кратчайшие сроки, но без потери качества. Татьяна Туранская дала поручение ответственным лицам жестко контролировать процесс строительства, чтобы дети-сироты как можно быстрее въехали в новое жилье. Было принято решение, что строительство будет продолжаться. В рамках проведения работы комиссии по распределению данных квартир будут подведены итоги. И на следующей неделе у нас проведется еще одна рабочая встреча, на которой будут уже более предметные обозначены графики выполнения работ поэтапно. Объект планируют сдать к началу лета. Квартиры в нем будут в так называемом белом варианте, то есть полностью пригодными для жилья. Подарок ко дню города получили жители столичного микрорайона Кировский. Здесь появился обновленный детский сад. На его открытии побывала и наша съемочная группа. Так здание 32-го садика выглядело еще в начале года. А вот так оно выглядит сейчас. В густонаселенном микрорайоне Кировский открытие нового детского сада с нетерпением ждали как дети, так и взрослые. Это для нас очень значимое событие. Мы пойдем с 1 ноября в садик. Дети будут расти тут здоровыми и счастливыми. Это бесспорно, потому что садик очень красивый, очень много всего тут нового. Садик понравился? Да. Как садик твой называется? Ощелок. Здание было реконструировано за счет средств российской гуманитарной помощи и городского бюджета. От игрушек до техники и коммуникации все здесь новое. Вот так выглядит пищеблок. Работники признаются, что готовить на таком оборудовании куда удобнее. Вот нам поставили духовые шкафы, очень современные, очень компактные. Они занимают мало места, но очень хорошо выпекают. А здесь будут спать детки до трех лет. Всего садик рассчитан на 105 малышей от полутора до семи лет. Помимо обычного графика, будет работать и круглосуточная возрастная группа. Вот кроватки у нас такие маленькие, белье новое, все красивое, мягкие подушки очень, удобно. Во многом, благодаря открытию таких объектов, столица уже практически решена проблема очередности в детские сады. Но только на этом останавливаться не собираются. Направление образования и воспитания для государства – одни из приоритетных, отметила председатель правительства. В рамках первой гуманитарной помощи у нас заложено порядка 24 объектов детских садов. Ряд объектов уже открыты у нас в городе. Рыбница, Каменка, Слободея, Тирасполь. Дальше мы продолжаем открывать такие объекты. А детского смеха стенам этого нового детсада осталось ждать недолго. Полноценную работу истенок начнет уже с завтрашнего дня. Ярослав Богат, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Впервые за 10 лет в Чобручах провели масштабный ремонт дороги. Автолюбители уже опробовали новое покрытие. Наш корреспондент Татьяна Лилица видела, как деревенская дорога превратилась в настоящий автобан. Александр всю свою жизнь прожил в Чобручах. Машину водит уже несколько лет. Говорит, не помнит, чтобы дорогой, проходящей через все село, когда-нибудь занимались вплотную. Во-первых, транспорт калечим. Это первое. И во-вторых, что-нибудь, какие-то справки, платим за налоги, а толку никакого. И наконец-то вот удача улыбнулась и нам. С настоящим европейским автобаном новое покрытие сравнивает Анатолий. Водитель с более чем 30-летним стажем местную дорогу называет уменьшительно-ласкательно. Автобанчик. До идеала еще далеко, но гораздо лучше, чем было раньше. До этого тут был настоящий автодром, который никакая подвеска, никакая машина не выдерживала. Специалисты из управления дорожного хозяйства говорят, средний ремонт дороги в селе не выполняли уже более 10 лет. Все эти годы залатать дыры пытались ямочным уходом. Покрытие здесь у нас не асфальтобетонное, а черногравийное. Поэтому его срок службы порядка 5-7 лет, не больше. И, естественно, за эти годы покрытие устарело. И на этой дороге была очень большая ямочность, которую ямочным ремонтом уже закрыть было невозможно. Полторы недели и 1 миллион 600 тысяч рублей понадобилось для выполнения работ на участке в 2,5 километра. То есть в каждый метр новой дороги вложили около 640 рублей. Это все, что удалось выделить из Дорожного фонда республики. В этом году дорогу сделали не полностью, уложили только выравнивающий слой. В следующем предстоит еще поверхностная обработка. Новый слой защитит покрытие от разрушений. Специалисты говорят, эта дорога прослужит еще как минимум 5 лет. Татьяна Лилица, Егор Бекерский, Первый Приднестровский. На этом наш выпуск завершен. Хорошего дня и оставайтесь на Первом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В параде колясок В параде колясок В параде колясок Субтитры создавал DimaTorzok Мой двойник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Домохозяйки были готовы поделиться секретами приготовления солений, которые тут же можно было испробовать, насладившись вкусом и хрустом А завод букет Молдавии в этом году решил удивить горожан, чем бы вы думали, душистым витаминным чаем Чай очень по душе от насельчанам, преднестровцам Там прекрасные составы трав, экологически чистые, выращенные в экологически чистом районе И мы просто хотим, чтобы люди Приднестровья имели натуральный продукт и поправляли свое здоровье Травяной чай, выращенный на преднестровской земле, это, конечно, хорошо Но какой чай без меда? Укротители пчел предлагали мед на любой вкус Горожане на этом празднике запаслись баночками, сотами и остались довольны Для любителей сладкого здесь повсюду расположены лотки с модом Так как я сладкоежка, я не упущу эту возможность, я обязательно попробую сейчас А ну-ка Это вот моя Главное, чтобы пчела не укусила Очень сладко и очень полезно Спасибо вам большое Насытившись и распробовав все блюда, можно было пуститься в пляс под музыку, которая звучала повсюду Радовали слух звонкие голоса творческих коллективов и мало кто мог устоять на месте под мотивы народных песен На главной площади города сегодня очень много развлечений Я, например, выбрала верховую езду Все радуются, шутят, веселятся, все очень круто Праздник удался Горожане довольны, а гости в восторге от преднестровского колорита На улицах в этот день не умолкали поздравления в адрес именинника Мы желаем Террасполю процветания, благоденствия Чтобы было все хорошо Всем желаю здоровья, удачи, успехов у всех Террасполю исполнился 221 год Свой день рождения он еще ярче и прекраснее И хочется закончить словами песни Прощай, Террасполю я не скажу никогда С праздником! А у нас в гостях актриса Государственного театра драмы и комедии имени Аронецкой Ольга Прохорова И сейчас мы узнаем самое интересное о театральном фестивале в городе Николаев Ольга, доброе вам утро И вам доброе утро, доброе утро, дорогие зрители И рассказывайте нам, что там было интересного, как вы вообще туда поехали Мы постоянные участники этого фестиваля, вот уже в седьмой раз проходит фестиваль А мы участвуем в шестой раз в этом фестивале Фестиваль называется Homo Ludens – человек играющий И участников фестиваля в этом году вообще очень много 11 спектаклей на большой сцене и 12 спектаклей на экспериментальной сцене То есть этот фестиваль дает возможности молодым попробоваться Различные жанры, новые направления Ну а наш театр, можно сказать, уже такой мастодонт этого фестиваля Мы участвуем в шестой раз и в этом году, пожалуй, наш спектакль Произвел самое большое впечатление на… Какой возили спектакль? Это спектакль Коровкина «Около любви» в постановке Игоря Малова, режиссера из Минска Как правило, на фестивале мы возили спектакли яркие, костюмные, танцевальные, музыкальные А этот спектакль, он очень простой, сдержанный О жизни обыкновенных людей И не блещет особыми костюмами или там декорацией Но там зато все по-настоящему Настоящая жизнь, настоящая любовь И очень компетентное жюри, которое было на этом фестивале Состоящее из профессоров университетов украинских И критиков театральных, редактор музыкального журнала Заведующая кафедрой музыкального искусства То есть во всех направлениях были жюри Члены жюри из всех сфер театральной деятельности И не только, и литературной тоже Они очень высоко оценили этот спектакль Именно потому, что, по словам одного из членов жюри Нам удалось разрушить четвертую стену И зритель был с нами на сцене, а мы были со зрителем в зале Вовлекли в действие Да, настолько, вы знаете, было очень необычно Вообще в Николаеве очень хорошие зрители, очень И они уже любят наш театр, они его знают Они приходят Шесть лет уже Ну, несмотря на то, что мы играли спектакль в понедельник У нас был полный зал И оно дорогого стоит, когда люди приходят И ты слышишь в зале вместе с актерами Дыхание, и там, где смех, это смех А там, где слезы, там и зритель вместе с нами плачет И было очень удивительно, когда буквально в финале спектакля Я говорю, моя героиня произносит такие слова Когда любишь по-настоящему, то море по колено И в первом ряду сидел актер этого театра Я его заметила просто раньше И он, не отдавая себе отчета, вслух Я это слышала, говорит Да, действительно, это правда Вот вместе, представляете И вот в зале сидели все такие люди По финалу спектакля, по окончанию Жюри стоя хлопало Я уже не говорю о простых зрителях На которых действительно очень большое эмоциональное впечатление Произвел наш спектакль Ну, в общем-то, мы на сцене плакали А зрители вместе с нами от счастья, от удовольствия, от радости Я не знаю, от чего еще плакали в зале И я считаю, что это огромная победа нашего театра Начиная от руководства, которое удачно организовало этот выезд Все было просто вот в идеальном состоянии И автобус, на котором ехали И организация самого выезда И проживание там, в городе Николаеве Четкая работа налажена И до монтировщиков, которые ребята этого театра Помогали нам, искали там какие-то винтики, шурупчики Чтобы собрать декорацию Вот от каждого зависело многое И каждый на своем месте очень четко сработал Отдался на 100% Да, да И люди, вот работники этого театра Николаевского И жюри в том числе заметили и обратили внимание на то, что на сцене Актерский ансамбль Когда каждый дышит друг другом И коллектив такой же вот ансамбль Который друг за другом, как говорится, стоит горой Сплоченный, да, и все чувствуют локоть друг друга Но мы же в соревновании еще, да В соревновании, как правило, еще больше сплачиваешься А были номинации, да? Да, номинации были Но вот они должны сегодня, может быть днем, может быть к обеду Уже закончится фестиваль И жюри подведет итоги И вот мы с содроганием ждем результатов этого фестиваля Если стоя хлопали, то мне кажется А достойные соперники были? Вот кто? Наверное, это не скромно говорить Но мы что-то смотрели, где-то подглядывали Где-то переписываемся с актерами театра Николаевского Которые смотрят все спектакли Они говорят, что пока нас никто не победил А сколько дней шел фестиваль? Фестиваль 12 дней Мы участвовали на седьмой день фестиваля Там система такая Театр приезжает, размещается, осваивается На следующий день играет спектакль И на следующий день уезжает Да, потому что Ну это финансово затратное, конечно, мероприятие, фестивали И для того, чтобы большее количество театров, городов Смогли посетить этот фестиваль Вот такая вот система приездов-уездов существует Ольга, а участники были с Украины? Или была Россия? Украина, Россия, Белоруссия В этом году не было дальних зарубежных стран Но в прошлом, позапрошлом, я помню, были и Грузия Были и Турция, Болгария участвовала То есть это вообще фестиваль Черноморского клуба И все страны, которые имеют выход к Черному морю К Черному морю? Да, ну Приднестровье тоже имеет выход к Черному морю Через границу и выход Тут, собственно, недалеко, да Вот, большинство стран-участниц Это именно страны, которые имеют побережье Черного моря В своих границах Мне было бы интересно посмотреть Вот спектакль «Около любви» Его можно вот в ближайшее время где-нибудь? Да, конечно Буквально вот на эти выходные Уважаемые наши телезрители, дорогие приднестровцы Театр открывает свои двери Мы открываем театральный сезон И премьерой в том числе До конца месяца будет еще и «Около любви» И еще несколько премьер Вообще наших зрителей в ближайшее время ждет 4 премьеры Мы о них, конечно же, будем рассказывать Будем, вы увидите рекламу Но спектакли все очень яркие, очень интересные Все разные и нестандартные Поэтому, как говорится, добро пожаловать Жидает нас культурное средство Да, вы нас заинтриговали Вы нас, естественно, приглашаете с Елизаветой В первый ряд? В первом ряду неудобно Четвертый Хорошо Приходите, пожалуйста Конечно же, и вас, ребята И всех-всех жителей нашей республики И гостей мы приглашаем в театр Это вечно живое искусство Которое всегда близко сердцу и душе человека Спасибо, Ольга, за такой эмоциональный разговор За театральное утро Можете, кстати, что-нибудь пожелать нашим телезрителям Как-нибудь эмоционально еще взбодрить их Бодрого утра Улыбайтесь, улыбайтесь, пожалуйста Потому что ваша улыбка, подаренная другому человеку Обязательно вернется и к вам И разнесется, как говорится, по белому свету Улыбайтесь чаще Спасибо, Ольга Спасибо большое, Ольга Большое доброго дня Хорошего вам дня Спасибо вам также Заходите к нам Вы не знаете, как просыпаться по утрам так, чтобы наверняка У нас есть замечательный подарок для вас Вот такой будильник на колесах Чтобы его выключить, надо еще проявить недюжую сноровку А чтобы его заполучить, вам надо ответить на следующий вопрос Чем прославилась дочь знаменитого ирландского певца и композитора Криса де Бурга? Ответы присылайте нам на почту Утроконкурссобакаяндекс.ру И магазин необычных подарков «Сундук» с удовольствием вам его вручит Задавлю тебя Знаешь, Денис, я недавно смотрела одну программу И после нее мне кажется, что кругом одни микробы Даже ты микроб Но с тобой-то мы договоримся, я тебя знаю А вот их я не знаю, они тут везде ползают и шевелятся Лизонька, об этом еще в детском саду рассказывали Ты же вроде невысокая, чего же до тебя так долго доходит? Надо же всего-навсего чаще мыть руки Особенно перед приемом пищи В детском саду просто говорили Мойте руки, потому что микробы А вот подробно во всех красках никто ничего не рассказывает Ну вот знай И кстати, сегодня 15 октября Всемирный день мытья рук Несколько лет назад в Бангладеше была проведена массовая акция В этот день 53 тысячи человек одновременно мыли руки А потом была пенная вечеринка А что еще было интересного в этот день Расскажет нам наш исторический гид Мария Пантази Пойдем пока помоем руки Доброе утро, жители столицы поздравляю с прошедшим праздником Надеюсь, вы отлично провели выходные И не менее ярко отметили день рождения нашего города А сейчас предлагаю виртуально переместиться в город Который служит официальной столицей другой республики Корейской народно-демократической Пхеньян был основан в 1570 году За свою долгую историю этот город не раз менял свое имя Нынешнее же название с корейского языка переводится как Широкая земля или уютная местность Которая служит домом для 2,5 миллионов жителей В этом городе множество памятников архитектуры, старинных монументов и других достопримечательностей Но учитывая тот факт, что Северная Корея одна из самых закрытых стран мира То все эти исторические памятники доступны в основном местным жителям Отдельное внимание хочется уделить сегодня театру «Современник» Его рождение датируется 1956 годом У истоков стояли признанные гении современности, тогда молодые актеры Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Галина Волчик и другие талантливые и целеустремленные артисты Репертуар театра всегда оправдывал свое название В основе были произведения, написанные современными авторами А главный художественный акцент ставился на актерскую игру Как и любой театр, современник переживал взлеты и падения, моменты триумфа и кризиса Но во все времена хранил любовь благодарных зрителей Это ли неистинное признание? И в завершение немного хорошей музыки Поводом служит рождение ирландского певца и композитора Криса де Бурга Музыкант – потомок Вильгельма Завоевателя Его дочь Роксана в 2003 году получила заветную корону на конкурсе «Инис мира» Так что в каком-то смысле талант и целеустремленность в крови у этой семьи За свою карьеру музыкант выпустил 19 альбомов Но, пожалуй, главным его успехом была и остается композиция Которую не перестают любить и спустя 27 лет после ее выхода в свет Наслаждайтесь! Увидимся с вами уже завтра! Музыкант 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 Денис, а звезды болеют? Ну, мне кажется, они могут только перегреться на солнце А если они заболеют и перестанут предсказывать нашим зрителям гороскоп? Не переживай, Лизонька Звезды чувствуют свой долг перед нашими телезрителями, так что без гороскопа мы не останемся А сейчас он тоже будет? А как же! Звезды же старались! Музыкант 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 В наum Музыкант 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 первая половина дня трудновато для близнецов Напоминают о себе давние проблемы Приходится заниматься тем, к чему не лежит душа Но постепенно Дела идут на лад Становится проще найти общий язык с окружающими Вы чувствуете себя более уверенно и комфортно Возможно, интересные встречи, знакомства, которые окажутся полезными в деловом отношении. Очень неровный день у раков. Первая половина его сложна во всех отношениях и очень утомительно. Но постепенно влияние негативных тенденций идет на спад. Открываются новые возможности. К вам возвращаются жизнерадостность и оптимизм. Вечер преподнесет приятные сюрпризы, радует встречами с людьми, которые вам дороги. Львы. День важных уроков, не слишком приятных, но полезных. Важные решения лучше не принимать самостоятельно. Обратитесь за советом к тем, кому доверяете. Это позволит избежать многих ошибок. Благоприятный день для заключения долгосрочных проектов, которые обеспечат вам надежное финансовое положение на будущее. Очень благоприятный день во всех отношениях у Дев. Успехи в работе будут значительными и дадутся легко. У многих Дев будет возможность упрочить свои профессиональные позиции, найти влиятельных союзников и покровителей. Можно начинать работу над новыми проектами, заключать крупные сделки. Поиски новой работы увенчаются успехом. Радуют Дев и перемены в личной жизни. Весы. Удачный день. Добиться успехов нетрудно. Достаточно быть собой и верить в собственные силы. Появляется возможность воплотить в жизнь какие-то давние замыслы, профессионального или творческого характера. Возрастет интерес к литературе и искусству. Многие весы рискнут испытать свои силы на каком-то новом поприще. У скорпионов появляются новые идеи и планы, как простые в осуществлении, так и требующие привлечения других людей. Масштабные и долгосрочные. Вы не боитесь, брат, за то, что оказалось не по силам окружающим и добиваетесь успеха. День благоприятен для учебы, научных исследователей, а также преподавательской деятельности. Сегодня высок творческий потенциал у стрельцов. Вы принимаете оригинальные смелые решения, которые оказываются верными. Вероятно, значительные достижения в профессиональной сфере. Есть шанс подняться по карьерной лестнице или получить заманчивые предложения. День подходит для деловых встреч, в том числе на самом высоком уровне. Козероги. В этот день вы не только окружающим продемонстрируете те черты характера, которых они раньше не замечали, но и узнаете о себе нечто новое и очень приятное. Удается справиться со своими слабостями, решить какие-то психологические проблемы. Возникают трудности у водолеев, но вы не сомневаетесь в том, что они преодолимы и продолжаются движения в выбранном направлении. В водолеи с энтузиазмом берутся за сложные дела и доводят их до конца, хоть и не сразу. Придется решать несколько сложных задач одновременно, но это не смутит вас. В этот день рыбам больше всего придутся подушить те занятия, которые будут напрямую обращаться к вашему интеллекту. Вы найдете себе увлечение, которое заставит ваш мозг работать со стопроцентной отдачей. То, что раньше казалось вам невероятно сложным, сегодня превратится в пустяковую проблему, которую вы сможете решить почти не прилагая никаких усилий. Конфеты мне носил, кофе носил, все уже носил, носил, носил. А вот цветов ты мне не дарил. Мало того, что ты мне их не дарил, ты даже не знаешь, какие цветы мои любимые. Красивые. Нет, Денис, это тебе не туфли, это цветы. У них же есть аромат. А на 8 марта? Ты что, не помнишь мой шикарный букет? В Молдавии? Ну нет, ну те красивые, которые еще возле Дома Совета просли. А я-то думаю, чего это с них земля сыпалась? Знаешь, что неважно, какие ты мне будешь дарить цветы, главное, чтобы повод для этого не требовался. Ладно, не хотел тебе говорить, хотел тебе сделать сюрприз. Я для тебя приготовил сюжет про сирень. Так сейчас же октябрь. Ну так это же я. Я для тебя хоть... Нет, Дениска, это не ты, это Анна Бугаева. Но за старание спасибо. Попытка не пытка. Маленькая хозяйка дома Ксюша, надев предусмотрительно теплые сапоги и куртку, на улице всего плюс 6, за 10 минут набрала полную тарелку клубники. Ягоды крупные и сладкие. Совсем как в июне, когда и должно плодоносить это растение. Кустики до сих пор цветут, а значит урожай будут собирать до первых морозов. Недалеко куст малины, тоже со спелыми ягодами. Оказывается, ничего удивительного. Это специальные ремонтанные сорта ягод. Они дают два урожая в год. А вот сирень за забором вполне обыкновенная. Обычно цветет один раз в году, в мае. Но сейчас-то октябрь. У нас в селе было 21 сентября день села. И дети наломали букеты цветов и понесли учителям. Они были так удивлены. Никто не верил, что цветет в сентябре сирень. И вот в октябре уже у нас на дворе, все равно сирень еще цветет. В ботаническом саду университета, куда мы приехали за разъяснениями, такой аномалии вовсе не удивились. У них цветет каштан. Ежегодно сирень практически у нас ежегодно зацветает, когда летом сильная жара, опадают листья. К осени, когда начинается тепло, влага, растения думают, что уже все позади и начинает снова. Растения ввели в заблуждение резкие перепады температуры. Деревья сейчас используют ресурсы, предназначенные для будущей весны. То вот эти запасы питательных веществ, они должны, как мы полагаем по-человечески, весной раскрыться. Они вот эти питательные вещества отдают, потом у них и прирост слабее, и цветение слабее. В общем, к такому странному поведению растений специалисты уже привыкли. А вот люди удивляются и радуются. Ну и что, что на дворе плюс шесть? В душе весна и сирень цветет. Будьте бдительны. Хоть температура на улице и поднялась, по вечерам все-таки прохладно. И чтобы не прийти домой в компании с простудой, надо иметь в запасе то, чем можно будет себя утеплить. И, конечно же, следить за прогнозом погоды. Поэтому сделайте себе чай с лимоном и смотрите наш Метеогид. Исследования в современном Китае показали, что можно предсказывать погоду с точностью до 80%, основываясь только на кваканье лягушек. Крестьянин по имени Чанг Чицай разработал формулу, которую приняли миллионы китайских фермеров. Если в хорошую погоду квакает лягушка, то через два дня будет дождь. Если лягушка квакает после дождя, погода улучшится. Дождь не утихнет, если она квакает после нескольких пасмурных дней. Не уподобляйтесь опыту страны восходящего солнца. Все гораздо проще. Смотрите нас утром и получайте самый достоверный прогноз погоды без малейших усилий. Сегодня да и завтра погода в республике будет формироваться под влиянием области повышенного давления. Стоит ожидать и теплого влажного заморского ветра из акватории Черного моря. Температура по республике в целом 8-11 тепла ночью, 14-17 со знаком плюс днем. Середина недели хорошо запомнится нам облачностью, дождями и местами сильными. Так уже во вторник ночью он зарядит свою мокрую дробь и усилит свою очередь в среду. В четверг и пятницу республику охватит вирус южного циклона, который очагом своим придется на территорию Крыма и Одессы. Но от этого осадков в республике меньше не станет. Тепло будет разве что дома, поскольку за окном 6-8 ночью и днем 9-12. Такой он прогноз до пятницы. А знаете ли вы, что самый первый телевизионный прогноз погоды был показан 11 ноября 1936 года в Англии? С тех пор эта телевизионная информация одна из самых востребованных в эфире. Думаю, вы не станете со мной спорить. Удачи и хорошего дня! Обязательный атрибут яркого праздника – это фотоаппарат. Но на самом деле, если просто прогуляться, неважно, в пасмурный или солнечный день, можно наснимать такие фотографии. Например? Ну, например, ребенка, который радуется лужам после дождя. Или женщину, которую только что обрызгала машина, и она совсем не рада этим лужам. Или лицо водителя, который сидел за рулем той самой машины с хулиганистой улыбкой. Также здорово фотографировать животных. Белок в парке, например, вот нашла на кусок хлеба и сидит. Цыкает от удовольствия. И вот интересно, что нафотографировала наша Ирина Гуска. А это мы узнаем в нашем следующем сюжете. Чик-чик. Группа фотографов собралась в воскресное утро возле памятника Суворову. Посовещавшись, компания решила отправиться на столичную набережную. Мы тоже к ним присоединились. Об очередной прогулке узнали, как и все, из интернета. Есть у нас Приднестровский фотоклуб. Есть у фотоклуба сайт. Там форум. На форуме выкладываем объявление, анонс фотопрогулки. Кто хочет, присоединяется. Ну и, соответственно, после этого иногда созваниваемся, чтобы скоординировать там место встречи и так далее. Здесь, на набережной, вспышки и щелочки фотоаппаратов были видны и слышны со всех сторон. Кто-то щелкал прохожих, кто-то притихший Днестр, а кто-то осенние листья. Каждый нашел себе кадр по душе. А щелка, все самое интересное на этой стороне Днестра, решено было перебраться на другую, в лес. Там некоторые фотолюбители удивили нас еще больше. Под фотоприцел попасть может абсолютно все и все. И куда только не взбираются фотографы для того, чтобы снять интересный кадр. Именно так получаются самые увлекательные фотоснимки. Виктор пять лет назад приобрел профессиональный фотоаппарат и с тех пор с ним не расстается. На такие фотопрогулки, говорит, выбирается с радостью для того, чтобы отдохнуть от основной работы, насладиться красотой природы и научиться чему-то новому. Мне сложнее всего фотографировать людей. Не знаю, как-то... Может, просто и я замкнутый. Больше я люблю фотографировать природу. Ну, есть у меня знакомые друзья. Иногда с ними хожу тоже фотографировать, смотрю, как они с людьми общаются, с моделями, как что с ним говорят. Тоже учусь потихоньку, интересно, но для меня пока это самое сложное. Есть и те, кто на такой фотопрогулке впервые. Сергей узнал о ней, как и все, из интернета. Решил поучаствовать, познакомиться с единомышленниками, а заодно и сделать пару снимков для семейного альбома. Осень, особенно теплые золотые деньки, это самая яркая и быстротечная пора. Ее красочность и хрупкость фотографам всегда удается передать с особым настроением. Да и прохожие в осенние деньки выглядят как-то по-особенному. Лиза, хочешь, я тебе кое-что покажу? Денис, откуда у тебя эти фотографии? Профессиональные фотографы славятся тем, что они могут подловить человека в самый неожиданный момент. Слышь ты, 5-мегапиксельный фотограф, удали, пожалуйста. Какая смена настроения, Елизавета? А какую именно удалить? Там, где ты в Затоке продаешь пахлаву? Или там, где тебя укусила медуза? И ту, и ту. Ну уж нет, одну из них я в любом случае в рамочку поставлю. А пока мы будем с тобой решать, какую из них, мы посмотрим рубрику «История вещей», где узнаем, как же появилась такая незаменимая вещь, как рамка для фотографий. Удали, я ничего не понимаю в нем. История рамки для живописи, как и самого живописного творчества, уходит в далекую древность. Еще в третьем тысячелетии нашей эры рамки использовались на керамике, надгробных плитах, немного позже в магазинах, на декоративных панелях, с изображением бытовых сцен или при оформлении книжных обложек. Первые рамы для картин появились в XIV веке. Чаще всего они были прямоугольной формы, расположенной либо горизонтально, либо вертикально, в зависимости от художественного замысла самой картины. Такие рамы, или как еще называют багеты, не выделялись, не несли дополнительной смысловой нагрузки, они концентрировали внимание на содержании картины и не давали расходиться взгляду за ее пределы. На сегодняшний день представлен широкий ассортимент на рынках больших рамок, которые непосредственно можно классифицировать по стилям. Барокко, кантри, то это рамки, которые, соответственно, идут непосредственно с большим, богатой лепниной. Чаще всего используются цвета теплых тонов, скорее всего это получается золото, если речь идет о барокко. Если речь идет о стилях непосредственно кантри, либо же деревенский стиль, который еще и называется, то эти чаще всего это постельные тона, более протертые. Они, получается, имеют прямые формы, четкие линии. С изобретением фотографии рамки получили новое предназначение. Для их изготовления использовали неокрашенное дерево, металл или кожу, что еще больше отличало оформление живописи от фотоискусства. Изначально сами фоторамки были очень простые, довольно-таки примитивные. То есть была какая-то своя память, в которую через компьютер заносились фотографии. Она была очень маленькой, очень ограниченной. То есть можно было буквально фотографий 10-20. Сейчас технологии шагнули очень-очень глубоко. То есть сейчас вплоть до того, что мы можем вставлять туда разные носители, например, это как SD-карточка, обычная флешка компьютерная. Ну и вплоть до того, что появилась возможность прослушивать с помощью нее музыку, посматривать текстовые файлы. У некоторых даже есть возможность просмотра видео. Цифровые фоторамки отличаются современным строгим дизайном в стиле хай-текс, имитацией под дерево, добавлением стильных украшений и страз. Такие рамки отлично сочетаются с любым интерьером и являются его прекрасным дополнением. А у нас в гостях человек, который объективом своей камеры создает настоящие картины. Председатель правления Союза фотохудожников Приднестровья Александр Поломарь. Александр, доброе утро. Доброе утро, Александр. Здравствуйте. Расскажите, фотокудожник – это все-таки работа или хобби? Ну, наверное, сначала нужно сказать, что это призвание, как и любой вид творческой деятельности. К этому нужно, наверное, обладать какими-то природными качествами. Это, наверное, стремление, желание, в первую очередь, во вторую очередь умение создавать художественные образы. И занимаешься ли ты это профессионально, в смысле, зарабатываешь ли ты хлеб этим, или зарабатываешь на хлеб чем-то другим, а это, как вы сказали, хобби, то здесь принципиальной разницы никакой нет. Какой жанр вам больше всех близок? Ну, достаточно длительное время, там, несколько десятков лет, моим любимым жанром был пейзаж. В последнее время это так называемый жанр под названием жанр. Но когда люди далекие от изобразительного искусства слышат такое, в общем-то, странное словосочетание, то они, ну, как бы, в недоумении. Ну, в живописи это называется жанровая сценка, там, скажем так. Но, по-моему, это не совсем правильно. Жанр — это в смысле съемка людей в их естественной среде обитания. И создание художественных образов именно исходя из вот этой данности, которая богата на сюжеты, которая богата на эмоции, на чувства. Это предполагает создание интересных фотографий. Вот вы вначале, представляя меня, сказали, что я создаю фотокартины, да, как-то так вы сказали, или настоящие картины. Не знаю, я перестал заниматься пейзажной съемкой после того, как меня сравнили с художником. Я понял, что я несколько десятков лет занимался не тем, чем должен был заниматься. Фотограф не должен идти по стопам живописцев или других, или там деятелей других видов изобразительного искусства. Фотография — это совершенно отдельное, совершенно самобытное, самостоятельное, самодостаточное искусство, вид искусства изобразительного. И делать то, что могут делать без тебя другие, ну, например, живописцы, не стоит, значит, этим заниматься. Нужно заниматься тем, чем должен заниматься фотограф. Фотография предполагает, что там ничего ты не придумал, что так оно было, что вот так человек улыбался. Именно так. Если он улыбается натянуто, если он улыбается неискренне, то это видно, что это неискренний человек. Я давно себе так придумал. Фотография — это лупа, это увеличительное стекло, с помощью которой фотограф ищет, выискивает то интересное, немногое интересное, что вокруг нас, и с радостью делится своей находкой со зрителем. Тогда это, тогда это да, тогда это произведение искусства, а не зеркальное отражение, как многие, к сожалению, думают о фотографии. Это не зеркало. А вот сейчас очень стало модно быть фотографом. Куда ни приди, очень много людей с фотоаппаратами. Как вообще стать фотокудожником? Ну, знаете, у нас поголовная грамотность. Да? Ну, кто более грамотно пишет, кто менее. Некоторые вообще без грамматических ошибок пишут. Но литераторов раз-два и обчелся. То есть, к чему-то, что наличие у человека ручки, пусть даже дорогой, не делает из него литератора, прозаика или поэта, или там, драматурга. Литератором человека делает что-то другое. Точно так же, как и фотографа делает неналичие фотоаппарата, пусть даже дорогого. У меня никакой связи нет. Йозеф Судек в свое время, по-моему, Йозеф Судек, великий чешский фотограф, сказал, дайте мне консервную банку, я сделаю хорошую карточку. Ну, имею в виду, что он из консервной банки сделает камеру-обскуру, так называемую, и с ее помощью сделает приличную фотографию. Да, она может быть технически где-то несовершенная, но это будет фотография Судека, это будет произведением искусства. А у нас проводятся какие-то выставки, ну, фото-выставки? И вообще, как часто? Да, Союз фотохудожников проводит регулярно выставки. Это, как правило, персональные выставки. Иногда мы устраиваем коллективные выставки членов нашего Союза. Устраиваем выставки детской фотографии, конкурсы, которые мы проводим регулярно. Были выставки старинной фотографии Приднестровской. То есть мы ищем, находим старые фотографии, которые со временем приобрели признаки произведения искусства. Они несут дух времени. Как люди смотрели, как они одевались, как женщины красились. Они красились всегда. Какие предметы использовались фотографам для создания то, что они считали красиво. Какие-то портьеры, какие-то тумбочки, на которые опирались фотографируемые. Тумбочки еще нужны были для чего? Выдержка была очень длинная. Ну, там, несколько секунд, например. За эти несколько секунд человек немножко колеблется и от этого не резкий становится. Человеку давали тумбочку, он опирался на него для того, чтобы шевелиться в меньшей степени. Со временем нам это становится крайне интересно. И интересно не только нам, фотографам, которые оценивают это со своей колокольни, но и зрителям. И вот эти выставки старой фотографии, они большой интерес вызывают у зрителей. Кстати, когда самое яркое ближайшее событие будет? Мы, вот поверьте, я правду сказал, мы не планируем. Мы проводим по мере возникновения необходимости. Ну, я, например, знаю, что один из наших замечательных молодых фотографов планирует свою персональную выставку в 2015 году. Вот он сам планирует, и мы ему, конечно, поможем. Ну, вот такой план, который точно будет воплощен в жизнь. Мы много занимаемся издаческой деятельностью, то есть много издали фотоальбомов, книг на основе фотографий, на основе старых фотографий, на основе своих, современных фотографий, фотографий современных фотографов преднестровских. О планах у нас лучше не спрашивать, потому что нам легче рассказать о том, что у нас было, чем то, что будет. Понятно. Спасибо большое вам за беседу. Не за что. И можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям на день грядущий? Ну, не знаю, как телезрителям, фотографам, фотолюбителям, начинающим фотографам, или мастерам фотографий. Мне хотелось бы пожелать красивой осени. Сейчас она наступает. Вот. Это самая прекрасная для фотографа пора. Нам всем желаю хорошей, красивой осени. Спасибо. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания. Доброго дня. Денис, надоела пекинская капуста. Хочу брюссельской. Если честно, я ее даже не пробовал. Ты не ел брюссельскую капусту? Да ладно? Да. Я, Денис Кириллов, никогда в жизни не пробовал брюссельскую капусту. Мне тяжело это признать, и я каюсь. Если честно, я тоже, Дениска, не имею никакого понятия о вкусе брюссельской капусты. Настоящая женщина. Увидела, не знает, что это такое, но тут же захотела. Да и вообще, почему она брюссельская, а не люксембургская, например? Ну, не знаю, но наш внештатный корреспондент побывал в Брюсселе. Расскажет ли она о капусте, неизвестно. Но о городе точно. Рубрика «Магнитная география». Бесконечные таможни у очереди. Ожидание с ноутбуком за чашкой кофе. Ожидание регистрации, ожидание взлета и посадки. И вот, наконец, заветный аэропорт Брюсселя. Брюссель – город очень красивый. Готическая архитектура повсюду. И даже не кажется какой-то мистической или устрашающей. Скорее, просто масштабной. Кстати, городские здания при ближайшем рассмотрении это подтверждают. Почти что все в Брюсселе разговаривают на французском, но коммуникабельность жителей города позволяет легко общаться на истинно туристическом языке жестов. В общем, люди в бельгийской столице очень открытые и дружелюбные. Утро, пожалуй, самое активное время суток столичных жителей. На работу люди в деловых костюмах, юбках, едут на велосипедах. Выгуливают собак, многие бегают. Ночью в жизнь города включается молодежь. Очень активная. Провести митинг в разрисованных плащах – типичное развлечение брюссельских студентов. В гастрономическом плане Брюссель тоже примечателен. Бельгийцы считают себя самыми лучшими производителями пива, вафель и шоколада. Кстати, шоколадных витрин в городе невероятно много. Все блестят, светятся, украшены фигурками сказочных персонажей. А внутри и вовсе – настоящая сказка. Очень странное у бельгийцев отношение к искусству. Современные абстракции повсюду. Памятники не менее необычные. Символ города – памятник писающему мальчику. На заметку туристам – очень маленький и непримечательный. Противовес ему – второй по знаменитости символ Брюсселя. Памятник атому – невероятно масштабен. Толпы туристов – памятники готика. Кроме этих достоинств у города есть еще одно. Бельгийцы выходные проводят достойно. Многие пару раз в месяц на скоростном поезде совершают путешествие в Париж. Город не менее красивый и своеобразный. И снова наступает момент, когда Лиза не может ставить ни слова. Она будет молчать и слушать меня. Интересно, Денис, что же должно случиться, чтобы я тебя слушала молча? Футбол, Лизанька. Футбол. Ну ладно. Групповой этап отборочных матчей чемпионата мира продолжается. И Россия, если сегодня победит Азербайджан или хотя бы сыграет с ним ничью, обеспечит себе выход с группы, занимая первое место. Украину, скорее всего, ждут стыковые матчи. Ну а Молдова уже ни на что не рассчитывает. Ну а подробнее о прошедших футбольных событиях расскажет наша рубрика в сетке. А ты говорил, что я буду молчать. Сборная Молдовы во второй раз одержала победу в нынешнем отборочном туре. Наказаны были, как и в прошлый раз, сборная Сан-Марина. А кто же еще? Ну а Россия уже одной ногой в Бразилии. И, конечно же, это стало возможным благодаря нашим еврейским друзьям, отпустивших португальцев всего с одним очком. Впереди последний тур. Молдавская сборная постарается громко хлопнуть дверью в матче с Черногорией. Виза в Бразилию ей не светит, и майки Джерарда Ируни будут самым ярким воспоминанием об этом отборочном туре. Кстати, о Джерарде Ируни. Англию ждет матч с поляками, который определит путь в страну карнавалов для создателей футбола. От Англии Украину отделяет одну очко, и если подопечные Михаила Фоменко разнесут бедную сборную Сан-Марина, у которой в активе ноль очков, шансы на выход с первого места есть. Остается надеяться на осечку Англии в матче с Польшей, что вполне реально. Вспомним проигрыш англичан сборной Хорватии, который помог россиянам поехать на Евро-2008 и даже занять там третье место, ну а Львов оставить в своих вольерах. Кто знает, может чудеса действительно случаются. Сборная России встретится с кавказскими соседями из Азербайджана. В Баку для россиян решится все. Им достаточно даже ничей. Но зная историю сборной и как она любит в последний момент оступиться, надо непременно держать кулаки. Если и этот чемпионат мира Акинфеев и компания будут лицезреть с экранов телевизора, это уже будет точно не наши проблемы. Лишь в пяти из девяти европейских отборочных групп чемпионата мира по футболу 2014 года, который пройдет в Бразилии, продолжается борьба за право выйти в финальную часть Мундиаля. Либо, заняв вторую строчку, добиться этого права в стыковых матчах. Этим утром мы выполнили титанический труд. Подобрали вам одежду по погоде. Рассказали, что вам приготовили звезды, и это не завтрак. Провели экскурсию по Брюсселю. И разыграли призы. Все это мы делали ради того, чтобы поднять вам настроение на все ближайшие 12 часов. И будили вас солнечные зайчики утреннего эфира Денис Кириллов и Елизавета Терещенко. И как говорила моя бабушка, будьте внимательны, смотрите под ноги. С добрым утром, Республика!